Привет, с вами Добгай, и мы продолжаем играть в Иртсферн 4 за империю грифонов в модах Quest 3 at War. В прошлой серии мы полностью сажали мелкие экзарсы вокруг нас, остался последний большой противник. В принципе, 200 военных заводов — это не так, что и мало. Конечно, с нами он уже не сравнится, но тем не менее. Я думаю, после того, как мы разберемся с Речной Федерацией и с мелкими странами вокруг, мы уже будем смотреть, высаживаться на Запад. Там все-таки Социалистический Союз какую-то еще силу имеет, хоть и, конечно, они себя и стащили. Но пока мы готовимся к нападению на Речную Федерацию. Между делом мы построили нашу первую ядерную бомбу, атомную точнее, и мы уже настраиваем все стратегические бомбардировщики. Как можете видеть, я уже просто не выделяю военный завод дополнительный, потому что у нас не хватает алюминия и резины, потому что в мире просто нету столько резины. Я не знаю, что я с ним буду делать. Экономику подзакрою, надеюсь, поможет. И алюминий. Мы весь, что можно, импортируем. В Речной Федерации мы еще найдем много. Я думаю, это поможет. Поставим, может быть, под сотню стратегических бомбардировщиков. Тем более, что мы вот еще доисследуем следующие уровни. Так, тут прошло некоторое время с момента. Я подготовился очень плотно. У нас есть две танковые армии на местах. Я подождал пока Речной Федерации, давая ее с этими двумя странами. Собственно, говорят, танковые дивизии у нас потихоньку переходят на основные боевые танки. Уже перешли на магическую механизированную пехоту. Здесь тоже на магическую пехоту потихоньку переходим. В принципе, мы более-менее готовы. Но пока я еще чуть-чуть поддерживаю, чтобы был баланс. У нас куча авиации. В принципе, больше, чем нам нужно будет уже в этот момент. У нас есть два казабеля аннексии. Почему-то здесь и странно непонятно. Но окей. И мы, собственно говоря, начинаем нападение. Но с авиацией на позициях почти. Вот теперь точно на позициях. Отлично. И бомбардировки можно вот так сюда закинуть. Так. Давайте посмотрим, что происходит в воздухе. В воздухе происходит очень серьезное сражение. Мне нужно сейчас будет, видимо, докинуть еще авиации. Так, я докинул истребители. Также мы тут готовы сбросить на самом деле ядерные бомбы. Как только мы сможем это сделать. Я, в принципе, это и попробую сделать. И... Вот она. Будет убрана ядерная гонка. А у нас она была? Нет. Забавно. Объединенные в синий других. А, ну, видимо, что-то подобное могло быть. Кричная федерация, ручек от... А, ручек от просто... Просто пробиваем. Без проблем. Придываем наш рейх с комиссариат, на самом деле. Бросят помощь они у нас. Ну, дадим. Почему бы и нет. Так, ну... В принципе, господи, 30-го самолета из-за ПВО. Это, конечно, плотно, но... В целом все... Окей. Проблем особо у нас не возникает. Вот и падение Азерграда подъехало. Там вон речка Град. Ну, сейчас потихоньку всех закатаем. Вот речка Град пал. Мы даже здесь небольшие какие-то битвы начинаем, но... На море. Я пришел попробовать у нас... О, господи, сколько там? 40 конвоев улетело. Почему у нас не показывается? Это странно. У нас здесь уже 344 подлодки. На самом деле число очень страшное. Я потихоньку уже исследую крейсеры. И потом полностью перейдем на постройку крейсеров. Но мы тем временем топим их, эсминцы. Нашими подлодками. Собственно говоря, в этом и была задумка. Ну и почти капитулировала федерация. Вот подъехала капитуляция. Собственно говоря, мы просто захватываем все регионы. Как обычно, включается этот прекрасный... А, давайте еще баг. Брос. Баги по варскору. Отлично. Все тысячи на очереди у нас. Вот этот небольшой альянс. И вот эти два независимых государства. Так, поиска на позицию. Попадаем на нимбусе. Собственно говоря, я думаю, сопротивление мы и с ней увидим. Ну, да. Опять не дает посмотреть войну. Ну, ничего особого не происходит. Вот капитуляция. Берем все регионы. И готовимся уже к выставке на грин крест. Я думаю. Попадаем на Алмазную гору. И так же без проблем, я полагаю... То есть, мы ее нужно только вот так сделать, чтобы опыт нашему фельмаршру удался. Одинственная дивизия не успели припыть. Но, я думаю, там мало что поменяет. Даже без организации. Просто из-за... Точной силы авиации. Они все равно в прямом. Хотя, конечно... В горы... В горы, не так эффективно. Плюс у них есть ПВО на самом деле. Самое лучшее... Самое лучшее обоцельное поддержки. Обоцельное его стоит для всего использовать. Для всех дивизий практически. Очень-очень полезно. Им это все равно, конечно, не помогает. Потому что... У нас слишком много. Но... Какое-то сопротивление. Для их страны они неплохое продемонстрировали. А вот и подъехала капитуляция. И мы теперь переходим к наступлению. Вот этот последний альянс. Это... На этом континенте. Так, все на позициях. Можно... Подиграть в войну. Как обычно, нельзя посмотреть... Счет. Здесь мы... Не знаю, есть ли смысл у них, наверное, нет. Пойдем. Что-то это и следаем. Это у нас высадка. Наши подлодки успешно только от их флот. Отлично. Подошло. Спешная высадка. Помочь всем. Надо высадиться. Ну и в принципе... В принципе мы взяли гринклип. Здесь тоже никаких проблем нет. У меня очень верстит на потери, потому что я чувствую, что они близки к минимальным значениям. Все равно все отлично. Единственное, кстати, у нас раз можно построить больше подлодок, мы построим больше подлодок, конечно же. То есть, вот, на самом деле, воздух просто уничтожается. Произошла капитуляция. Попадаем регионы. В деревне почему-то его вы не капитализировали. Любопытно. Вот, и их капитуляция подъехала. Что ж, остался средний противник. На юбке, я думаю, лезть точно не будем. Там еще нет контента. Но сюда можно вполне высадиться. Итак, прошло уже, на самом деле, достаточно много времени. Мы тут вовсю же строим флот. Как вы можете видеть, последовал я. Это пятый уровень. Очень много модулей. Флот уже скоро доделываются первые большие корабли. Есть уже первые небольшие. У нас есть четыре тяжелых крейсера, на самом деле, очень плотных. Есть у нас за два легких. И сейчас скоро достроятся три авианосца. Тут парочку линкоров тоже на подходе. И мы уже будем, собственно говоря, делать легкие крейсеры и эсминцы. На прикрытие. Собственно говоря, отсюда у нас тоже можно будет взять много флота. Здесь много легких крейсеров, эсминцев. Тоже это нам пригодится. Наши подлодки тоже сейчас будут просто кошмарно сильными. И между делом, вот, мы, собственно говоря, совершаем небольшую выстку. Проблем, я думаю, с ней возникнуть не должно. Так что покатим. С проблемой мы тут высадились. В этой стране реальной армии нет ничего. И эти территории сейчас нам очень помогут при выстке в Эквестрию, собственно говоря. Сознательно произошло то, чего я, собственно говоря, ждал. Это Олега Ужаса наконец-таки напало на меня. Я очень долго их ждал. Они очень долго не хотели приходить. Собственно говоря, на них мы авиацию тут снарядим сразу. Параллельно, я могу обратить внимание, вот тут уже подготовили морские выстки. Потому что здесь нужно ликвидировать страну, здесь острова, здесь. И потом уже где-то на юге я планирую высаживаться. И параллельно, я думаю, что, может, какие-то здесь острова заберу. Но сначала вот эти. Обезопасим себя. Ну и тут с Лега Ужаса, я думаю, проблем вообще не будет. У них технологии не то что отстал, они просто отсутствуют. Поэтому даже без авиации мы просто в ноль. Сейчас еще авиация подъедет, что закончится очень быстро и просто. Собственно говоря, подходит к концу эта война. Я даже перешел, чтобы открыть таблицу войны. Они потеряли 1 миллион 300 тысяч в обмен на 50 тысяч наших солдат. Цифры, конечно, ошеломляют. Но, в принципе, не сильно удивляют. Потому что у них абсолютно ужасное состояние технологии. У них нету авиации никакой. Так что все, в принципе, очень закономерно. А вот и капитуляция. Сохватываем Легу Ужаса. Сейчас, я думаю, какие-то ивенты должны присоединиться. Под марионеткой возродим Арктурианский Орден. Пускай они там обороняют. И, я думаю, уже пора выставить гарнизоны по портам. Итак, пожалуй, у нас все готово. Собственно говоря, флот мы достроили. Очень внушительный, на самом деле. Потому что это все очень мощные корабли. Даже эсминцы здесь представляют неплохую угрозу. Давайте к ним перейдем. Вполне себе у них... Если они дойдут до кораблей, они нанесут им очень неплохой трапедный урон. Так что он может питать неплохо авиации. Просто урона. Ну и, конечно же, тяжелые корабли у нас тоже. Здесь по 108 кораблей на каждом авианосце. Винкоры наши тоже имеют огромное количество вооружения. Подлодки наши 700 штук. Помогут нам высадиться сюда. Затем я их переброшу сюда. Я решил, что я не буду начинать здесь высадки, пока не закончу здесь. Чтобы, так сказать, обезопасить себя. И, возможно, где-то еще здесь. Но самый главный сюрприз это вот это. Я просто застрелил все ракетами. Так как я исследовал четвертый тир, то мы исследовали себе ракеты задались в 11 тысяч. Ну и, в принципе, мы сейчас вот-вот исследуем дальность в 20 тысяч. Самое главное, что повысится, это воздушная щита маневренность в состоянии 200. Стратегическая бомбардерка в 2000. То есть, грубо говоря, мы должны просто уничтожить любую промышленность на севере страны. При этом мы высадимся на юге с поддержкой очень неплохой авиации. Здесь, как вы можете видеть, очень много самолетов. Но не стоит недооценивать и силы Союза. На самом деле, там тоже очень много заводов военных, в принципе, как у меня. Хотя, они уже бесполезны, потому что все, что можно, я уже построил. Но, тем не менее, искусственный интеллект, мне кажется, там миллионов 10 стоит армия. То есть, здесь просто, можно сказать, практически в каждой провинции по несколькой дивизии, условно, да. Влот, я думаю, мы без проблем сможем победить. Конечно, много подлоток, с ними пойдет заповоевать. Но, я думаю, мы справимся. То есть, у нас эсминцы для борьбы с подлодками готовы. Ну и, конечно же, авиация. 40 тысяч. В принципе, у нас уже развернуто 30. И у нас еще бесконечные резервы в виде 50 тысяч истребителей. Так что, я думаю, мы их перебьем. К тому же, без авиабаз вряд ли они что-то смогут сделать. А мы сможем, наверное, выстроить здесь везде инфраструктуру. Мгновенно выстроить линии снабжения. Собственно говоря, мы абсолютно готовы к высадке. В следующей серии будет огонь. А с вами был Допей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Все как обычно. Увидимся в следующей серии.